всем привет сразу хочу сказать спасибо за то что смотрите эти ролики за то что пишите комментарии очень интересно их считать мы общаемся это приятно и полезно потому что мы узнаем очень много новой информации в основном из комментариев я то просто болтаю и задаю направление для обсуждения той или иной пластинки кстати если вы хотите напоминаю в очередной раз я все время повторяю но тем не менее всеми пишет и пишет пишет и пишет так вот если вы пишете 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 о том что хотите увидеть какую-то пластинку в моих руках здесь и находить чтобы я задал направление для обсуждения то посмотрите сначала в плейлисты там очень много уже всяких разных пластинок и вполне вероятно что ваша любимая пластинка или ваша ненавистная пластинка уже в моих руках побывала здесь ну а я хочу поговорить о современной сложной барок музыки есть специальный эпитет специальное определение стилевое для этой музыки я буду говорить современная сложная рок-музыка сложную рок-музыку играют давным-давно до начали это битлз еще в свое время с пластинки саджент пепел слон ли хатс клаб бэнд бэнд да и много-много-много-много-много-много есть дженессис все мы знаем да имерсен лейкан палмер там раши и и куча-куча-куча-куча всяких разных групп и принято считать что сложный красивый рок весь был сыгран в 70-е годы все и больше его играть не надо и масса людей масса слушателей пишут что современная сложная красивая рок-музыка она является только повторением пройденного не несет в себе ничего нового ничего интересного и вообще этим заниматься не нужно но хочется спросить почему почему не нужно если человек музыкант хочет играть такую музыку почему ему не нужно ее играть сотни тысяч ну может быть не сотни но десятки тысяч групп играют музыку основываясь на музыке битлз например и никто им в укор ничего не ставит а стоит какой-нибудь группе каким-то музыкантом начать играть музыку в духе ес сразу начать ну вот опять в одну дуду все тоже самое не интересные нафиг это нужно и вообще сложная сложная красивая рок-музыка вообще никому не нужна и никогда была не нужна вот так но я не придерживаюсь этого мнения я считаю что сложная красивая рок-музыка нужно всегда в любом проявлении и абсолютно неважно в какие годы она записана я помню что в 2000 году я пришел в бешеный восторг поросячий просто свинячий собачий когда вышел первый альбом группа трансатлантик в 2000 году вот этот да если да правильно это он мне дико он понравился он не был на компакт-диске и его слушал бесконечно публи не помню какое количество раз на целый год просто крутил и с тех пор у трансатлантик вышло приличное количество пластинок а именно 5 студийных так это уже все вот раз два три три четыре первое да и пять вот последний две тысячи какой двадцать первый год мне память не изменяет до 2021 последний альбом на сегодняшний день трасса трансатлантик называется он the absolute universe the brief of life надо сказать что этих альбомов вышло два похожих друг на друга первый назывался the absolute universe forever more группа записала альбом свела послушала стала заниматься его изданием уже но тут майк портной сказал что чего-то меня тут не устраивает давайте я немножко поправлю и перемиксовал несколько песен дописал переписал вокалы заставив музыкантов спеть немножко в другом порядке и выпустил альбом the brief of life вот так что альбом в двадцать первого года у группы трансатлантик 2 у меня он всего один я не стал покупать первый по неизвестной мне причине не могу совсем объяснить это ну многие конечно из тех кто так негативно относится к современному сложному красивому уроку спросят меня и сами себя и и или своих товарищей а нафига вообще нужна группа трансатлантик которая состоит из музыкантов играющих или игравших в группе длинцы это спокс бэрд и мои любимые flower kings что разве этого мало все эти группы играют тот самый навязший в зубах уже сложный красивый рок зачем еще один проект тех же самых музыкантов я отвечу то же самое что отвечал уже совсем недавно а если артисты хотят если их прет если у них количество песен которые которые они сочиняют такого что не вмещается не в не во все вот эти проекты значит они сделали еще один проект и еще одну группу и выкладывают свою душу все что накопилось у них внутри песни которые составляют вот эти пять альбомов плюс два или три концертных и очень хорошо и мне очень нравится группа трансатлантик во всех ее видах все эти альбомы и я боюсь даже вас испугать но я про все эти альбомы наверное расскажу вкратце в двух словах потому что они очень хороши мне нравится группа трансатлантик тем что они не жадные все их альбомы двойные музыки очень много все они очень красиво сделаны вкладочки вот и картиночки вот такие парни замечательные играют красивую рок музыку каковы обложки да все при как на подбор просто плюс конечно трансатлантик всегда делает винил и туда же вкладывается компакт диск это просто для того чтобы ублажить слушателей чтобы сделать им приятно музыканты любят своих слушателей это уже уже здорово и я не любитель компакт дисков но здесь ситуация двоякая во первых все песни идут без перерыва единым таким блоком все 14 песен и поэтому слушать их на компакт диске хорошо ибо поглощаешь сразу вот это монументальное произведение без перерыва без единой паузы с другой стороны слушать на виниле эту пластинку тоже очень хорошо потому что трансатлантик здесь все-таки конечно как и положено группе который играет сложный красивый рок написали монументальное полотно которое закрывает пластинку love made away которая длится больше десяти минут такая глобальная штука все же остальные вещи они сравнительно короткие ну сравнительно там 4 5 3 минуты и все они хотя идут в склейку в стык без перерыва одна переходит в другую сразу все они являются каждый из них является самодостаточной хорошей законченной песней и поэтому когда заканчивается сторона пластинки мы прослушали три песни до 4 маленькая пауза переворачиваем и это подчеркивает самодостаточность вот этих вещей я понятно изъясняюсь наверное да то есть мы чувствуем делая паузу мы по ним еще раз убеждаемся в том что эти песни они могут существовать в отрыве одна другой они не специально так склеены воедино хотя общая концепция присутствует здесь как всегда у трансатлантик не то чтобы борьба добра со злом а просто за все хорошее мир прекрасен и и мне этим нравится кстати это группа вообще мир прекрасен и мы летим вот в этом замечательном звездолете через прекрасный мир который может быть и угрожающим может и рушится и существуют сущности которые хотят его разрушить но мы все равно победим если в двух словах в трех четырех пяти то есть каждая из этих песен она по-хорошему звучит как сложная красивая рок поп тире песня поп в хорошем смысле в общем смысле то есть популярная то есть то есть доходчивые мелодии безо всякого безо всякой а тональщины безо всякого авангардизма который я кстати очень люблю но здесь другая история здесь такая битловщина кстати говоря майк портной очень большой любитель битлз очень большой любитель дэвида булви и песни здесь они все они все пронизаны и битловскими интонациями и любимыми сложными группами на которых основывается и the flower kings и трансатлантик в том числе и споксберт про длинцы это я опущу в общем музыка для слушания удивительно приятная комфортная интересная и можно слушать нон-стоп можно слушать отдельными песнями хуже не будет просто красота увертюра инструментальная сначала фраза из пяти нот на гитаре играется но там все мощно там барабаны конечно пора все там все гремит грохочет бас изумительный похожий кстати на маним по манере на криса сквайра но другой все равно все равно все равно не такой все равно это не не сдергано уез не украдено и вот эта мелодия фразочка из пяти нот она обыгрывается в разных тональностях папа по всякому по всякому и интервалами и не интервалами и потом вторая часть уже грандиозная в другом размере идет как они любят такая мультиразмерная группа вторая часть очень хорошая rich in for the sky очень похоже на the flower kings если кто-то любит flower kings получит истинное наслаждение как всегда нечетный размер четыре четверти здесь вообще надо поискать все размеры такие нечетные и мягко танцевальные и я бы сказал хая дэмонин очень интересная песня очень поп в хорошем смысле запоминающаяся с отличным рефреном точнее с очень интересно мелодической второй части куб второй частью куплета каждого прямо прямо такая такая хорошая рок-группа и рефрен из двух строчек поется многоголосим вокальная гармония такая типа кроссбит стил с наш янг только в жестком электричестве очень круто очень интересно the darkness and the light начинается с басового рифа тяжелого барабанов и это мог бы быть фанк но это не фанк хотя казалось бы все движется в сторону фанка но это холодные все таки европейские-американские парни и здесь вот это якобы фанк переходит в сложный красивый рок как я уже говорил я не не называю эпитетов и потом вдруг динамика уходит остается бас с барабанами опять и начинается гитарное соло с какими-то такими около испанскими делами неожиданно совершенно для такой такой ритмической истории и развивается потом уже в европейская гитарная рок-соло ну супер испанки испанская это тоже европейская но вы поняли что я имею ввиду обычная нормальная красивая рок-соло вот take now my soul после вступления общего с клавишами со всеми делами остается акустическая гитара и просто баллада балладная красивая акустическая прозрачная хорошая но в конце все равно все наваливаются и начинается искрометная красота looking for the light вот здесь уже началось здесь пошел уже просто hard rock просто тяжелый жестких а кстати я напомню вспомнил что в увертюре синтезаторные чудеса удивительные звуки причем звуки такие не веселые такие мрачные страшные очень интересно looking for the light тяжеляк пошел страшный так love my the way это прелюдия грандиозному финальному полотну а вот our hall our hall песня с коротким текстом но такая страшная и тяжелая с ревущими синтезаторами с ревущими гитарами что просто бац проснулись вспоминаем то ли группу rush то ли что-то такое еще более жуткая синтезатор на синтезатор на лесное царство какое-то лешие ведьма колдуны и прочие бабы-яги просто навалились и черные тучи опустились молнии блещут и и просто так страшно но приятно потому что очень все красиво ну соли тьют прекрасная медленная песня белонг несмотря на то что по тексту совсем здесь раз два три четыре пять шесть всем строчек длинная бодрая и почти рок-н-ролльная кэрю филит красота медленно looking for the light реприза опять тяжелая и финале перед love made away просто кусочек какого-то хэви металла гитарного все проснулись все разыгрались и барабанщик и гитарист все вламывают по полной но очень красиво и мелодично вот вот такая музыка пластинка замечательная слушаю я не не уставая она не напрягает она комфортно сложна интересно как такой очень загадочные и разукрашенные разными чудесами лабиринт милости просим трансатлантик the absolute universe the brief of life всем советую пошел пить пока